Мистер Хенгертон, ее отец, был, несомненно, самым бестактным в мире существом. Пухлый, взъерошенный человечек, напоминавший кокоду. Добродушный, но ограниченный. Он был всецело занят собственной особой. Если бы что-нибудь могло оттолкнуть меня от Глэдис, то, скорее всего, страх обзавестись таким тестем. Я убежден, что в глубине души он даже мои частые три раза в неделю посещения каштанов объяснял тем удовольствием, которое мне доставляло его общество и, в особенности, его назидательные беседы о биметализме. В этом вопросе он собирался стать авторитетом. В тот вечер я час, а, пожалуй, и больше, слушал его разглагольствование о стоимости серебра, обесценении денег, падении рупии, установлении правильного денежного курса и так далее. — Представьте себя! — восклицал он с мнимой горячностью. — Что случилось бы при настоящих условиях, если бы потребовалась немедленная уплата всех долгов в мире? Я, разумеется, ответил, что был бы разорен. Тут он вскочил с места, осыпал меня упреками в неисправимом легкомыслии, заявил, что со мной невозможно говорить о серьезных предметах, и бросился вон из комнаты, чтобы спешно переодеться для масонского заседания, на которое собирался. Наконец я остался один с Глэдис. Настала минута, когда должна была решиться моя судьба. Весь вечер я чувствовал себя как солдат, который ждет сигнала, чтобы броситься на приступ, причем надежда овладеть крепостью борется в его душе со страхом быть отбитым. Она сидела в кресле, и тонкий гордый профиль выделялся на фоне красной бархатной портьеры. Как она была хороша! И как далека! Мы давно были друзьями, большими друзьями, но мне никак не удавалось перешагнуть за пределы тех чисто товарищеских отношений, какие я мог поддерживать и с моими коллегами, репортерами газеты. Отношений вполне искренних, доброжелательных, но абсолютно бесплотных. Я инстинктивно настораживаюсь, когда женщина со мной чересчур откровенно и непринужденно. Это не делает чести мужчине. За рождающемуся чувству всегда сопутствуют робость и сомнения, пережиток старых времен. Склоненная головка, отведенный в сторону взор, дрожь в голосе — вот признаки любви, а не открытый взгляд и спокойная речь. Я успел уже усвоить эту истину, несмотря на свои молодые годы, а, может быть, мне это передалось по наследству от предков как инстинкт. Глодис была одарена всеми качествами, какие привлекают в женщине. Некоторые считали ее холодной и жесткой, но мне подобные суждения казались святотатством. Нежная смуглая кожа, черные, как воронье крыло, волосы, большие влажные глаза, полные, но красиво черченные. Субтитры создавал DimaTorzok